Силиконовая долина уходит под воду. Рядом Путин, не иначе. Жители американского города Оровилл, это штат Калифорния, срочно эвакуируют из-за угрозы разрушения самой высокой в США плотины. За окошком дождь и град. Это Путин виноват. Если плотину прорвет, то миллиарды кубометров воды из озера затопят жилые кварталы. В случае прорыва плотины вода из озера Оровилл устремится вниз по долине реки Фетер. На пути к городу, длиной всего в 6 километров, существует еще одно небольшое водохранилище, так называемое термолита, которое было создано для сглаживания влияния вышележащего водоема. Но объем его слишком мал, чтобы сдержать гигантскую волну, которая может образоваться в случае быстрого разрушения плотины. Сносит крышу урагана? Это Путин мстит барану. Шторм, цунами, наводнение? Это Путин, без сомнения. Ливень, оползень, циклон? Виноват, конечно, он. Сель, лавина, камнепад? Ясно, Путин виноват. Смерть, тайфун, землетрясение? Нет от Путина спасения. Смерть, тайфун, землетрясение? Нет от Путин виноват. Девушки отдыхают. И, наверное, избиратель сразу скажет, вот так сила, как могли мы заблуждаться? Это Путин виноват. Вода начала переливаться через запасной водосброс еще в субботу, вот после сильных дождей. Ну а вот сколько она выдержит, об этом, к сожалению, судить пока нельзя. Уже сейчас, чтобы не допустить обрушения плотины, сброс воды усилили почти до 3000 кубометров в минуту. Плотина Оровилла является самой высокой плотиной США. Долгое время она была самой высокой земляной плотиной в мире. Подпорная стенка возвышается над городом и долиной реки Фетер на 235 метров. Водохранилище, которое расположено выше плотины, имеет объем около 4,3 кубических километра. Для сравнения, это в два раза меньше, чем, например, Горьковское водохранилище. Сооружение строилось в середине 60-х годов. В последнее время реконструкции основных несущих конструкций плотины не проводилось. Плотина Оровилла, как и любая другая, представляет собой довольно сложное гидротехническое сооружение. Кроме непосредственного тела плотины, в котором расположены обычные гидроэлектростанции и гидроагрегаты, существует так называемый холостой водосброс. Это специальный лоток, в данном случае выложенный бетонными плитами, по которому в случае резкого повышения уровня можно сбросить излишки воды. Собственно, этот процесс сброса называется форсировочный сброс. Именно на этом форсировочном сбросе и начались повреждения тела плотины. В случае дальнейшего разрушения вода может пойти слева от этого лотка, размывая уже саму подпорную стенку. Если присмотреться к изначальному месту повреждения, то видно, что разрушению подверглось в основном дно и боковая стенка сбросного лотка. Бетонные плиты на довольно большом участке были разрушены, а вода пошла уже за пределами бетонной облицовки и начала подмывать непосредственно вертикальную стенку канала. Скорее всего, это можно связать с различными видами процессами эрозии, в том числе и ветровой. В последние годы в Калифорнии наблюдалась сильнейшая засуха. Сейчас уже шестой год подряд штат страдает от острой нехватки воды. Самая сложная ситуация складывалась здесь в 2015-м. Тогда эксперты признали, что это была самая страшная засуха, которая случалась на территории штата за последние чуть ли не тысячу лет. Высыхающие реки, стремительно милеющие озера и безжизненные сельскохозяйственные угодья. Губернатор штата тогда приказал сократить потребление воды на 25%. В горах Сьерра-Невада, откуда берут от начала большинство рек, было зафиксировано рекордно низкое количество снега за всю историю. Около 14-19% от среднего значения за год. Водохранилища стояли пустыми, ветер раздувал почву, разрушая ее сплоченность. Возможно, именно из-за пересыхания грудн под бетонными плитами потерял свою устойчивость и постепенно начал разрушаться.